привет друзья хотим в этом выпуске показать вам какую экзотику в этом году мы посадили с одной стороны многие из этих культур мы уже сажали когда-то и что-то забраковали не распробовали много решили попробовать заново а многое впервые посадили вот например вот это циклантера он же перуанский огурец тут всего три кустика а выглядит так что тут как будто 10 их растет очень мощно куститься такие плоды сейчас не будем их собирать просто показываю вот так здесь тут поменьше где он там не видно его вот он он собственно говоря вот уже в таком размере он уже более сухой и много косточек то есть рвать стоит пораньше когда он совсем еще зелененький маленький тогда наиболее вкусные и сочные плоды получаются что интересно цветы вот сразу у него с одной точки идут этот иди плод женский и вот с пыльцой видимо который побольше размер но потом такая штука получается из цветочка женского вкус такой нейтральный реально как у огурца огурец наверно правда смесь огурца семена уже вызревать начали у него там семена кстати тоже вкусные они как угольки когда вызревшие сейчас я вытащу его семечко напоминает огуречные семена также тыквенные но когда полностью зрелая прям черный свет как уголька от угольков не отличить внешне вкус такой нейтральный тоже можно консервировать салаты добавлять тушить а вот это совершенное буйство физалита мы когда-то его садили лет там наверно 15 назад и что там его тогда не распробовали а сейчас это просто буйство и нам понравилось очень вкусно он сыпется да его надо собирать напоминает вязались сладкие плоды помидор сладкие помидоры причем с таким фруктовым привкусом мне очень нравится а я его лопаю каждый день его можно закрывать мариновать можно варенье варить можно закрывать как помидоры ну тут кто во что гора мы пока едим просто раму же пожелтел да 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 вот это я думаю самый вкусный медовый будет так по факту вот физалис это сейчас практически самое такое высокое растение но если конечно циклантеру в расчет не не брать а так для сравнения вас леновый физалис и посленовые помидоры высокорослые кардинальная разница пришлось даже подвязать проволочную подпорку поставили тоже как на помидоры вот это мармеладный да да тут сливы вот тут сажали ожидали вообще будет маленький сантиметров 30 но он даст тебя ростом это 160 получается на цветет физалис очень массово так самое первое что вообще из посленовых цвести у нас начало в этом сезоне очень обильно цветет и сразу коробки формирует такое ощущение что такой проблема как с помидорами что пропадают из-за жары цветы осыпаются в них пыльца стерильная становится и и не завязывается выше 25 градусов ну мне кажется физалис даже плюс 45 35 это все фигня растет хоть бы чё очень обильно цветет и завязывается обильно единственный недостаток он довольно сильно лопается вот дождь прошел там полив лопается кстати не гниет не вне гниет если вовремя срывать то можно просто съедать лопнув в принципе не на продажу для себя скушать ну прям вот мне даже нравится что лопнув а мне нравится сейчас вот как-то вместо яблок идет место слив вот его очень вкусно кушать мне нравятся такие несовершенные вещи с изъяном очищается легко удалить часто он вообще вот эту слуху сам снимаем самостоятельно вываливается еще экзотического на батат еще не вызвал показать ничего с проспоржу мы рассказывали что бами 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 мы посадили очень поздно и она не знаю успеет что-то дать но собирается цвести но она как-то плохо растет сравнение связали сам вообще никакого сравнения вот еще один сорт пока ничего не можем сказать пробами циклантеру связались мы уже едим и вот еще курс обами пока мы только на нее смотрим чахло и небольшое хотя уже конец июля ну еще тут рядом с бататом вот милутрия милутрия тоже поздно посадили она долго не сходила потом зашел ровно один кустик да там что-то вот есть микро микро у нее семена были мелкие-мелкие хотя что интересно вот семена похожие у милутрии у физалиса но физалис какой вымахал и вот это вот вообще по идее должны быть вот такие плоды такого размера примерно похожие на арбузики да ну пока что-то пока пока мы ничего подобного не видим что-то тут цветет ну еще из экзотики вигна или споржевая фасоль вигна вот это у нас было с рыжими семенами такая принципе сантиметров по 40-45 и решили попробовать новые сорта и вот один так не помню как здесь она называется вот те вот под ними расправят они реально длинные до сантиметров 60 посадили много выжил один куст но зато один куст смотри как но там один выжил и он вот и бешен капустина цветная уже выросла уже есть можно достаточно такая крупненькая наверно килограммчика полтора наверно это на самом деле артишок дает урожай как на первый год после посадки так и на втором посмотрим как у нас получится тоже но но он очень долго сидел вообще не хотел расти и туда вдруг попер да и уже до середины бедра он пока стрелку не пускаем растение теми же предками что чертополох ну в общем то и выглядит поэтому листьями так похоже на чертополох слегка даже колючий листья такие мясистые толстые у него даже тут снизу какие-то шипы вот уже этого же семейства артишок и что-то вот такое у него должно быть для еды да и и размером побольше и батат мысли чего уже показывали можно фильм про него отдельно посмотреть тоже очень культура нам понравилась батат мы зауважали посадили в этом году больше потому что хорошо кушаем кстати вот тут с краю оставили рассадный с корнеплодами вот и посмотрим вырастет с них что-то или нет попутно делаем эксперимент разный сорта могут по-разному реагировать посмотрим как виницкий розовый себя ведет решили мы сегодня женей запечь овощей разных так рыбка друзья решили сегодня устроить небольшой барбекю и запекаем овощи как обычные это баклажанчики циклантеру решили запечь физалис такого никто точно не делал помидорчики овощи были замаринованы в чесноке с маслом и тут красная рыбка для нее был другой маринад это измельченный лук чеснок масло и соевый соус такой маринад посмотрим что у нас получится пока выглядит очень даже красиво и того овощи свои рыба с рынка ну на мангал ссылка в описании есть глаз да глаз мы смотрю ты в основном следишь я как-то расслабилась сразу я думаю уже можно мне вот дико интересно запеченную циклантеру попробовать и физалис помидоры баклажаны перец это вкус и знакомые не ну принципе огурцы какие на вкус я знаю но это не совсем огурец но ну похоже вкусом я сегодня например в этом микроволновке готовила неплохо в принципе физалис аромат шикарно а чисто так попробовать и плюс до этого мы запекали мы не мариновали овощи сегодня я и замариновала вот этот посмотрим как на вкус искажки чеснок с маслом маринад она постояла в принципе моложе на 3 постояла вот этот аромат добавляет на решетках слегка вот эту крайнюю отклонили и с правой с левой стороны отогнули получается теперь как раз на край ложится вот в таком положении и не проваливается вот так отлично получается но как будто специально решетки для этого мангала но не принципе стандартно две штуки они примерно одну ширину в принципе это стандарт хорошо получилось ну что перец с одной стороны уже красивый помидоры тоже явно готовы но будем еще запекать о физалис овощи мы сняли рыба еще дожаривается доходит овощи будем пробовать и так первым решили попробовать физалис такого никто наверно не ел запеченный физалис я пока разговариваю женя сразу ест мне фрукты какие-то напоминает яблоки что ли да наверно как запеченные яблоки на помидоры не похожи все-таки фрукты скорее вот как яблоки груши что такое даже знаешь яблоко со сливой причем такой знаешь вот как ну вот как на зиму когда а да 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 моченые яблоки моченые яблочки запечена вот точно 20 контера это все-таки экзотика то получила страна безвкусная будет как-то она не особо вкус изменила сырая что запеченная огурец но есть огурец но она довольно плотная стала в общем мы решили что циклантера что старая что в готовом виде вкус почти одинаковый да хотя на мягче как бы это на видно что готовая я уже съела один баклажанчик мне честно говоря больше всего нравится баклажанчики я думаю циклантеру надо каким-то соусом есть с кетчупом потому что сама по себе она но огурец и огурец баклажанчик ну баклажанчики я знаю какие на курс они самые вкусные вот они прям как кстати своим замачиванием лучше чем обычно намного приятно имеет смысл вот это именно в чесночно чеснок чеснок и масло такой маринад чувствуется и соль вкусно о о вот такой цвет я хотела подгребли угли я тоже писали скачу у него самый последний а ну-ка с помидором сравнив помидором как помидор хотя вот это пропитывание чувствуется тоже овощи рулят в пропитке это лучше чем просто так и запекать ну перец перец это просто конечно тоже знакомый вкус ну чё на мой взгляд самый сильный вкус и упязались наверное все таки самый мне родной вкус это баклажан перец чувствует чеснок сильный ай красота получилась пора кушать парада рыбка получилась супер красивая просто просто отломала ты сделаем вас слегка не идеальный да давай как толпи и как ее снять чтобы она не не да вот так надо было тарелку положить и еще один кусок кому мало будет все готово вкусно и вкусно слопали овощи она мне кажется все равно отдельно бы ее ел она сама по себе хороша ну камеру выключаем лопаем рыбку всем кто кушает с нами приятного аппетита вот и все если видео информация понравились полезны ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы и на ютубе и на дзене чтобы сразу узнавать о выходе новых видео и делитесь друзьями удачи и отличных урожаев с вами были татьяна и евгений гордеевы а если у вас есть опыт земледелия пишите в комментариях поделитесь опытом ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран комментируют и читают если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом упоминая регион условия и особенности выращивания это поможет всем легче ориентироваться понимать и успешно применять новый опыт своих условиях несмотря на климатические аномалии заранее спасибо спасибо за просмотр!